Почему мы достаем из стиральной машины меньше носков, чем в нее закинули? Почему есть коренные жители, но нет молочных? Почему есть одежда на выход, но нет одежды на вход? Почему мы берем трубку, когда нам звонят? Ведь звонок для учителя. Почему мода каждый год издает последний писк, но так и не умирает? Почему собака не занимает мне косарь? Она же друг человека. Почему глагол это существительное? Почему выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» это одно и то же? Почему печку топят, а она не тонет? Почему таджики и узбеки постоянно с кем-то разговаривают по видеосвязи? Почему ты снимаешь прикольные видосы, но у тебя так мало подписчиков? Рус, давай по тексту. Почему молоко убежало, а его никто не догнал? Эти и многие другие вопросы в моей голове. Ну а мы переходим ко второму выпуску. За половину месяца в январе ничего себе мы так тоже можем, оказывается. Но перед тем, как мы начнем его снимать, хотел бы сразу вас поблагодарить те, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. И особенно поблагодарить те, кто поддерживает наш канал еще и материально, потому что тот человек, который сейчас держит камеру, он же тоже от меня требует денежки и мне тоже что-то надо. Поэтому сейчас мы начнем с классной интеграции. Она смешная получилась, посмотрите ее обязательно. И после этого мы переходим к Выперску. Поехали! Слышь ты, может хватит меня уже видать? Либо играть научись, либо скажи, что мне теперь с этим делать. Да тебе нужно просто в центр эстетической стоматологии Амбердент. Там восстановят зубной ряд за один день по новой технологии. Выровняют зубы с брекетами или без них. Имплантация любой сложности. И, кстати, работают они без выходных. Амбердент вернет ослепительную улыбку и уверенность в себе. Чего просто стоишь, ничего не делаешь? Я жду человека, который ремонт телефона обеспечит. Ты сейчас собирал предложение на ходу. Да, да, да. Планы на 22-й год? Я обязательно должен не умереть. Учитывая, что ты в такую погоду без шапки ходишь. Ну, знаешь, шапка не до конца. Дай три совета людям, которые посмотрят на нас, как не умереть. Так, ну, самое главное это жить. Стараться не умереть. Это второе, да? Да. Ты в последний раз хотел умереть? Ну, девчонка бросала тебя когда-нибудь? Бросался, да. В армии служил ее. Ну, позвонила, такая, привет, как дела? Начала издалека там. Я в Сочи, типа, ну, издалека начала. Нет, не в Сочи, в Пермь. Она сначала сказала, что улетит в Пермь. Больше так не может. Целых еще 10 месяцев. То есть выбирай, либо армия, либо я. Да, я такой, у меня выбор есть. Как ты справился? Вызвал девочек сразу, может быть, чтобы утолить как-то? Нет, там вызывали, кстати, но я не это. Серьезно? Назовем часть. Ты охерел бы, если бы там вызвали девочку, и там вот приехала твоя, да? Это я только ради того, чтобы быть ближе к тебе, ты не понимаешь, глупый. Просто обратимся к твоей бывшей. Знаешь, типа, сейчас специально я тебе буду задавать вопрос. Где ты заработаешь? Сколько ты зарабатываешь? Ты специально ври, короче, типа, ты вообще максимально, блядь, успешный. Скажите, это жгучий, да, по-моему? Да, это вообще лавитон. А где вы работаете? Ну, у меня свой бизнес. Добываете нефть в Гуревске, правильно? Конечно, у нас открылась новая точка. Это про вас я читал, что вы, короче, купили себе третий майбух за неделю? Нет, это мой друг, у меня четвертый майбух был. То у вас сейчас девушка, вы на нее переписали две квартиры, и вы недавно вернулись в Мальдив, отдыхали, да? Да. Наверное, бывшая девушка вот сейчас посмотрит, такая, ай, зачем я, типа, уехала, наверное, так наработала. Да, она сейчас в Перми, скорее всего. Перми, это вообще что, это что-то на бедном, да, наверное, вы говорите? Ну, в целом, вы же можете купить Перми, да, насколько я знаю, ваше состояние оценивают? Ну, половина Перми точно. Все, выгусила там. Прикинь, она, наоборот, сейчас на Мальдивах где-то отдыхает, и у нас вообще прикол максимально не удался. Как зовут? Максим, Максим. Макс и Макс. Да. Прикольно. Давай папки на компьютере, новый Максим 1, новый Максим 2, вот так вот, чтобы как-то различать. Покажи, Виталь, просто пустое поле, все по домам, потому что штормовое предупреждение. Пришли потренироваться, так побить поворот. А что, не бьете поворотом? Да, мы сидим, отдыхаем. Поговорим про 22-й год, какие-то планы вообще ставите? Попасть можешь какую-то сборную. В Академию футбольного клуба Балтики. Ты вообще, короче, не думаешь, да, в будущем? Не думаю. Давай перечислим хотя бы кого-то. Весь состав. Егор Кукшинов, вратарь. Центральный защитник Иван Цимбалов. Правый защитник Паша Ильюхин. Левый защитник... Не знаю его вообще. Я тебе дам подсказку, ты можешь любые имена называть, если он не знаю их. Я тебе просто буду кивать, молодец. Ну и нападение Криштиану Роналду и Леональ Месси. Вроде как знаю, да. Они с Гуревска, да? Да, да, да. Вот если, допустим, так получилось, что со спортом не фартануло, там, кем вы себя видите? Пойду в школу, буду учителем. По три раза бьем, то проигрывает, то что делает. На жопу встает. Первый бьет Макс. Ага, это у меня сейчас уже жопа начинает гореть. В уголочек. Нормально. Обманул, развел, развел. Ну почти взял. Да, это постановка, все куплено. Суровые законы двора. Ай! Больно было, блин. Конечно, Макс, из тебя хороший футболист получится. Ты прям попадаешь в цель всегда. Hello, do you speak Russia? Русский, русский. Нет, do you speak Russia? По-английски нет. Hello, do you speak Russia? Hello, do you speak Russia? Чего? Hello, do you speak Russia? Мы не знаем английский. По-немецки, да, учите? Нет, по-английски. Англ. Hello, do you speak Russia? Нет. Hello, do you speak Russia? А по-русски можно? Do you speak Russia? Hello, do you speak Russia? Иди дальше, пожалуйста. Так, speak или нет? Hello, do you speak Russia? Есть, но очень мало. Да. Как у вас вообще настроение? У меня всегда хорошее настроение, да. Я тут Руслан, а давайте вы не против, что мы отойдем? Я Людмила. Вы Людмила? Да, поэтически. Наконец-то шутка состоялась. Сколько я шуток слышала в детстве, что Руслан, а где твоя Людмила? Вот я нашел вас. Конечно. Над вами так тоже, наверное, в детстве все время. Где Руслан, где Руслан? Да, да. Ну я первый Руслан, который вам встретился за всю жизнь? Да. Серьезно? Да, серьезно. А вы вообще что представляете? Какая же ваша организация? Кого вы представляете? После новогодних праздников уже пришли в себя? Конечно, но я не чувствую никаких погрешностей по отношению к здоровью. Я занимаюсь криотерапией. Это что такое? А это очень серьезное закаливание холодом. Надо держать температуру дома 2-3 градуса плюс. Это вы так оправдываете, что ЖКХ плохо работает дома, холодно? Нет. Так получается, власти так могут говорить? Мы не топим ваши квартиры, потому что это криотерапия. Это человек вырабатывает эндорфины, гормоноподобные вещества к наркотическим приближенные. Выработка натуральных наших местных резервных гормонов, которые усыпаются временем. Поэтому человек стареет. Вы выглядите очень молодо. Вам где-то лет 20. Спасибо. Спасибо. А вы на 16. Дело в том, что психоциализированная молодежь сейчас идет. Где? Ну, во многих участках, регионах. Поэтому нужно заниматься криотерапией. Шапку надела не до конца, ушки торчат. Это считается, что криотерапия? Да. Классно? Товарищи люди, будьте любимы и любимыми. Можно? Не против так. Руслану Людмилу. Это про нас писал Пушкин. Да. Это же Пушкин писал. Все, я уже переживал. Сегодня ты пилишь дерево, а завтра госбюджет? Да. Да? Мы убираем город. Госбюджет не пилите? Нет. Сегодня ты стоишь на остановке, а завтра на учете в полиции? Сегодня ты пьешь колу, а завтра кровь налогоплательщиков? Сегодня ты закрываешь глаза на солнце, а завтра на коррупцию в стране? Хватит залипать, пора бдить. Сегодня ты ухаживаешь за бородой, а завтра за другим мужчиной? Сегодня ты снимаешь озеро, а завтра деньги со счетов пенсионеров? Хватит называть три цифры на обратной стороне карты, назови три буквы, на которые должен пойти мошенник. Можно один вопрос спросить, как вас зовут? Данил. Сегодня ты Данил, а завтра поднимешь руку на мать? Просто шутка была. А можно немножко, чтобы вы отдохнули немножко? Здравствуйте, Руслан меня зовут, как вас зовут? Зовут Александр, можно Борисович, можно Александр просто. Ох, вы нам выбор сразу дали. Разве в России есть выбор? 68 лет, а можно и так, и так. А почему вы один? Сегодня все-таки школа, детвора на занятиях в детском садике. Дети же бесят, согласитесь, на катке. Да нет, я бы хотел сказать, что дети бесились именно так, как иногда бесятся на танцплощадках. Давайте вспомним, как вы бесились в свое время. Прямо нахулиганили хоть раз так, чтобы потом 15 суток сидели. Да нет, 15 не сидел, но... Больше, да? Нет, поменьше, конечно. Ну, это самое, ребят, ну... Почему вы не работаете? Я в 68 лет. А у нас государство считает, что в 68 еще можно работать? Хотя я работаю. Конечно, есть криминал такой негативный в Балт-районе и вообще во всех районах города Калининграда, но, по крайней мере, это не 90-е годы, через которые я прошел. Ну, если что, коньками можно зарезать человека? Элементарно, можно пальцем зарезать человека. Поэтому никого нет рядом с вами. А вы просто хозяин катка, что вы уже скромничаете? Вы же мэр катка? Нет, я не мэр, ни катка, ничего, это самое. Я единственное, что бы хотел пожелать мэру, чтобы он к пенсионерам, которым, по крайней мере, за 65 сделал вход на каточек бесплатно. Бесплатно! Так вот и почему никого нет. Только у вас есть деньги. Какой-то трюк умеете? Нет, ребята, я не хочу. Спиной можете прокатиться. Могу прокатиться. Давайте спиной как раз эффектно будет. Вот так вот. Молодежь, берите пример. Здорово, Михалыч! Привет, привет. Имя Михаил, а так Михалыч. На YouTube в интернет-предадачу? На YouTube? Здравствуйте. Ждал увидеть что угодно. Ну вот так вот. А так у меня день рождения скоро, вот сейчас вот опять. Опять? Блин, 45 лет. Ни фига себе. Ё-моё, мне паспорт надо делать, надо бежать. Опять тебе фотку на паспорт делать? Да. Что с другом? Ты его тогда стер? Ну что бы меня стерли? Стирайся. Нет. Он пытался, пытался. Просто он в Deliver'е работает, ты в Яндексе. Вас сейчас враждает. Дальше какие у тебя планы? Что, сесть на велик и поехать? Какая-то одинокая дама тебя заказывает там на Яндексе. И да, ты открываешь дверь, она такая типа, а может быть... Она открывает, заходите. У меня было такое. Стоишь в шоке, вот такой, вот там дверь открывается, на пеньюарчике там. Здравствуйте. И вот так вот, аж забыл, что приехал. После выпуска, что-то поменялось в твоей жизни? Что-то не знаю, кто-то вообще узнавал или вообще... Не, узнавали, узнавали многие. Полиция, опять же, тоже узнала. Остановились пивка попить. Подъезжает экипаж, здравствуйте, туда-сюда. Не положено распитие, ну понятно, ну оформляйте, что. Один сидит, а я его знаю. Он в Ютубе нашел ролик, а вот он, Михалыч, что ж ты. Ну да, мы тебя знаем. И все отпустили, отпустили? Не, штраф написали. Блин. Ну по-человечески ж, ну. Радоваться или нет? С одной стороны, полиция смотрит видео, как бы узнают, а с другой стороны, полиция, блядь, смотрит наше видео. Полиция? Свои, свои, да. У тебя нихера звонок. Моя, я заскочу минут через 10-15. Это вот та, которая в пеньюаре была? Нет, нет. Последний вопрос будет тебе. Do you speak Russia? Че? Я в английском не саня, но Россию люблю, да. Do you speak Russia? Do you, do you, do you. В России только. Ну мало ли, просто иностранные клиенты тоже будут. Закончим на совете от Михалыча. Итак, что нам сделать, чтобы повысить аудиторию? Ну не знаю, надо в это самое, ну, как сказать. Все, спасибо большое, Михалыч, мы не будем тебя задерживать. Всем привет. Все. Ты только сейчас поздоровался? Нет, передал, ну там. Попроси всех, кто посмотрит это видео, подписаться. Да, да, ребята, советую. Очень классный канал. Ты их окрестил сейчас? Подписывайтесь, офигенный канал. Поржать настроение поднять, вообще с удовольствием. Себя можете увидеть. Полиция может узнать. Да, 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 и полиция там... Штраф выпишет вам за это. Так что советую, подписывайтесь, ставьте лайки. Еще раз будешь всем говорить привет? Всем привет. Все, пока, Михалыч. Все, вы замерзли, мы капец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!